Основной вопрос, который касается Чечни прямо сейчас, это кто сменит умирающего Рамзана Кадырова. Этот вопрос интересует и жителей Чечни, и элиты Чечни, и, безусловно, Кремль. Потому что Рамзан Кадыров был и остается, пока что, пока он жив, довольно специфическим человеком, который ни перед чем не остановится в попытке угодить тому, кто дает ему денег. Деньги ему давал Владимир Путин. Долгое время это соглашение работало. Рамзан Кадыров держал свое население в страхе и при этом катался как сыр в масле. Однако дни его подходят к концу. Новая газета выпускала большой расследование новой газеты Европы о том, что реально происходит со здоровьем Рамзана Кадырова. И будет большим чудом, если Рамзан Кадыров проживет еще хотя бы год или два. Поэтому, конечно, уже сейчас идет нешуточная борьба за кресло главы Чечни. Идет она, правда, не там, где должна, ну то есть среди населения, а идет она в кадыровских элитах, а также в Кремле. Потому что Чечня взрывоопасный регион. И если там поставить во главу кого-нибудь не того, или если там вдруг начнется кровопролитная война за то, кто будет у власти, то Кремлю мало не покажется. Тем более, что под пятой Кадырова, под гнетом Кадырова, чеченский народ, который располагается в республике Чечня, существует уже долгое время, и там их держат фактически в черном теле. Поэтому наверняка многие захотят воспользоваться возможностью для того, чтобы наконец-то снести диктатуру в диктатуре. А именно диктат какого-нибудь руководителя, нового руководителя Чечни или старого руководителя Чечни. И может быть, люди в Чечне захотят наконец-то жить более-менее свободно. Тем более, что Москва давно утратила контроль над распорядком жизни внутри самой Чечни, отдав это на аутсорс. Но сегодня мы поговорим о том, кто же может заменить Рамзана Кадырова. Новая газета Европа выпустила целую подборку материала, связанных с Чечнёй. Один из них отвечает на один из этих вопросов. По крайней мере, они прочат в преемнике Кадырова Апти Алаудинова. Это человек, о котором никто не слышал перед тем, как он появился. Ну, по крайней мере, он не был широко известен до полномасштабного вторжения. С момента полномасштабного вторжения он стал руководителем батальона «Ахмат». Но не того, который тиктоковский, а того, который настоящий. Правда, в этом батальоне почти не служат чеченцы. Их, по-моему, там около 20%. Все остальные — это просто люди, которые проходят через Чечню, через лагерь подготовки там, но сводят их туда со всей России. В общем, подробно сегодня о том, кто такой Апти Алаудинов, откуда он появился и почему именно он может заменить умирающего Кадырова. Ссылка на публикацию «Новой газеты Европы» я оставлю, естественно, в описании. Вы можете ознакомиться там с конкретной этой публикацией и со всем циклом, который представляет из себя аж четыре части. Первую публикацию из этого цикла мы с вами обсуждали на канале. Она как раз касалась непосредственно здоровья Рамзана Кадырова. Ну, а сейчас обсудим Апти Алаудинова. Но перед этим напомню, чтобы поддержать ролик, вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской. Подписки во время или сразу после ролика очень хорошо помогают Ютубу дать понять, что надо ролик распространять. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны, сделайте это сейчас. Это помогает распространению. Ну, а также поддерживайте канал финансово на Патреоне. Ссылка на Патреон будет в описании. Канал «Независимый» существует за счет вас. И, собственно, я стараюсь довольно активно его вести, влияя на то, что могу повлиять. Поэтому спасибо всем, кто финансово его поддерживает. И давайте переходить уже к публикации. Апти Алаудинов примкнул к команде Рамзана Кадырова в 2006 году. На тот момент в республике шла острая борьба за власть между действующим президентом Алу Алхановым, которого поддерживали чеченские силовики, воевавшие в ходе двух военных кампаний в Чечне на стороне федералов, и молодым вецепремьером республики Рамзаном Кадыровым, силовой ресурс которого был сформирован из амнистированных чеченских боевиков. Апти Алаудинов, родившийся в Ставропольском крае, в семье кадрового советского военного, в Первой чеченской войне не участвовал. Но в ней с самого начала на стороне антидудаевской оппозиции, которую поддерживала и вооружала Москва, были задействованы его отец и старший брат. Как рассказывал в одном из интервью сам Алаудинов, оба они погибли в октябре 1994 года, в первом бою с Дудаевым, Масхадовым и прочими ичкирийцами, сторонниками независимости Чечни. А всего, по словам Алаудинова, в чеченских войнах погибло 20 его родственников. Надо сказать, что отец Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, в Первую чеченскую войну был одним из самых известных в республике сторонников вооруженной борьбы за независимость Чечни. Как муфтий республики, он объявлял России джихад, священную войну. Ну а юный Рамзан Кадыров был страстным поклонником Шамиля Басаева, хотя сам и не воевал. Кадыров-старший берег от войны обоих своих сыновей. То есть в первую чеченскую кампанию Алаудинова и Кадырова находились, по сути, по разные стороны баррикад. В ходе второго чеченского конфликта Аптел Аудинов не изменил семейному кредо и продолжил поддерживать федералов. Он работал в прокуратуре одного из районов Чечни, который находился под контролем российских военных, а затем в республиканском МВД, где занимался борьбой с организованной преступностью, то есть, по сути, ловил боевиков. В одном из своих недавних интервью он говорил, что был против амнистии боевиков и подчеркивал, что плечом к плечу воевал с русскими против боевиков, против международного терроризма. Но в 2006 году конфликт между президентом Чечни Алу Алхановым и вице-премьером Рамзаном Кадыровым достиг пика. Кадыров, по сути, захватил власть, запретив Алханову под угрозой физического уничтожения появляться в республике. Москва, глядя на это безобразие, хранила молчание. Именно тогда Аптел Аудинов понял, что надо менять сторону и срочно переходить в лагерь победителя. Воспользовавшись своим служебным положением, Алаудинов сделал тогда Кадырову поистине царский подарок. Он почти в буквальном смысле принес Рамзану голову его врага. Возбуждив уголовное дело и объявив розыск командира отряда «Горец» Мавлади Байсарова, одного из самых опасных на тот момент конкурентов Кадырова. Как, собственно, и Аладинов, Байсаров относился к лагерю чеченцев-федералов и возглавлял силовое подразделение, созданное под прямым кураторством ФСБ для проведения карательных операций на территории республики. В ноябре 2006 года Мавлади Байсаров, в лучших традициях 90-х, был расстрелян в Москве на выходе из популярного ресторана на оживленном Ленинском проспекте. Из материалов доследственной проверки следует, что все стрелявшие были действующими сотрудниками МВД Чечни. Руководил операцией Адам Делимханов. Непосредственно очевидцы тех событий утверждают, что в них принимал участие и сам Аптия Лаудинов. Уголовной ответственности за это громкое преступление никто не понес, потому что дело против Байсарова, возбужденное Лаудиновым, по сути легализовало действия убийц. В своих показаниях они пояснили, что приехали задерживать подозреваемого Байсарова. Во время задержания он якобы оказал сопротивление и был застрелен. Именно ликвидация Байсарова положила на начало длинной цепочки заказных убийств политических конкурентов Кадырова, что в итоге привело к абсолютизации его власти в Чечне. Когда Рамзан стал главой республики, в 2007 году он отблагодарил Аптия более чем щедро. Уже через 4 года Адам Делимханов стремительно дослужился до должности заместителя министра республиканского МВД и стал самым молодым генералом полиции в России. Источник новой газеты «Европа», проработавшей в МВД по Чеченской республике много лет, непосредственно под началом Аладдинова, рассказывает, что в должностях замминистра и начальника криминальной полиции Аптия Аладдинов на самом деле на пару с Магомедом Даудовым занимался в республике репрессиями. Если с севера на юг по карте провести черту и разделить территорию республики на две части, вы получите примерные сферы разделения компетенций – Аптия. Если в восточной части Рамзана надо наказывать кого-то, это поручается Даудову. Если в западной – это территория Апти. В целом, по России это уже Адам. Все, что можно вменить этим людям, сделано ими по поручению хозяина, ну, то есть Рамзана Кадырова. Хозяин относится к ним цинично и потребительски. Он неоднократно вслух рассуждал о том, что убийства, счет за которые в будущем чеченцы могут предъявить по законам кровной мести, совершены не Рамзаном лично и не его родственниками, даже не его односельчанами, а Даудовым и Аладдиновым. Хозяин буквально заявлял, я скажу им, чтобы с претензиями за убитых шли в Гелдаген и Сидинкатар, там пусть ищут виновных в гибели своих родных. Гелдаген – это родовое село Даудова, а Сидинкатар – село Комсомольское, родовое село Аладдинова. Слова источника подтверждаются и данными российских правозащитников, много лет документирующих факты насилия со стороны представителей государства в отношении жителей Чечни. Именно Даудов и Аладдинов, а иногда и оба сразу, чаще других чеченских силовиков, фигурируют в заявлениях о пытках, в несудебных казнях, незаконных задержаниях, подброшенных наркотиков, сожженных домах, отобранном имуществе, а также в рассказах о многочисленных случаях принуждения жителей Чечни к извинениям за религиозное или политическое накомыслие. В 2014 году оба они попали в санкционный список Магнитского, потому что оба лично участвовали в избиениях и пытках первого чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. Но в 2019 году карьера Аладдинова в Чечне резко оборвалась. Ему запретили появляться на работе, отстранили от служебных обязанностей, его брат лишился высокой должности, они потеряли почти весь свой бизнес и дорогостоящее имущество. Все знакомые друзья шарахались теперь от Аптик, как от прокаженного. Что же случилось? Летом того года был задержан влиятельный мэр Аргуна и одновременно давний агент ФСБ Ибрагим Тимирбаев. Мэром Аргуна, второго после грозного города в Чечне, он стал именно благодаря своим покровителям в спецслужбах. И поэтому глава Чечни долгое время ничего не мог с ним поделать и очень его за это не любил. Но в июле 2019 года Кадыров все-таки решил вопрос отставкой Тимирбаева на федеральном уровне. Формальной причиной отставки стали обвинения в коррупции и назначил на его место сына своего троюродного брата, 28-летнего Хас Магомеда Кадырова. А потом в руки Кадырова попала прослушка разговоров Тимирбаева с региональными чиновниками и силовиками. Сбешенный своей отставкой, потому потерявший представление о всякой безопасности бывший мэр обсуждал со своими собеседниками лично Кадырова и его в конец обнаглевшее семейство. Большинство этих собеседников Тимирбаева объединяла одна важная деталь. То были чеченцы, которые во время военного конфликта в Чечне принадлежали к лагерю федералов. Некоторые из них, включая Тимирбаева, принимали в 2006 году участие во встрече в Нальчике, на которой Аллу Алханову на тот момент формально президенту Чечни пророссийские влиятельные чеченские силовики предложили радикальным образом решить вопрос с Рамзаном боевиков. Алханов на прямой вооруженный конфликт с Кадыровым так и не решился. Заговорщики уехали из Нальчика ни с чем. И очень скоро многие из них один за другим были убиты. С тех пор прошло много лет, но отставка Тимирбаева и его неосторожная реакция на нее растревожили память Кадырова о неудавшемся заговоре. Всех, с кем Тимирбаев в те дни говорил, а это были исключительно представители чеченской элиты, задержали, бросили в секретные чеченские тюрьмы, пытали, страшно унижали, некоторых даже изнасиловали, лишь зафиксировав это на видеокамерах. Все они потеряли свои должности и имущества, но большинство остались все-таки живыми. На самого Ибрагима Тимирбаева было заведено уголовное дело, но это была лишь формальность. Его поддержали под следствием достаточно долго, чтобы улегся шум, и потом убили, инсценировав ДТП. Якобы его машина на горной трассе шатой Грозная сорвалась с обрыва и упала в пропасть. Среди задержанных летом 2019-го Аллаудинов был одним из самых высокопоставленных чеченских чиновников. Этот момент, плюс то, что история с чисткой чеченской элиты вызвав при этом слишком много ненужных вопросов. Так что формально еще два года он числился первым заместителем министра МВД по Чеченской республике. Путин подписал приказ о его отставке лишь в марте 2021 года. В первое время Апти постоянно и публично каялся, клялся в любви Кадырову и пытался всячески замолить свое вино. Он даже писал своему падишаху стихи, а Лудинов увлекается поэзией. Однако в свой ближний круг Кадыров его так и не вернул, но и добивать не стал. А Лудинову сохранили зарплату и спецставку к выслуге, хотя в своем рабочем кабинете в МВД по Чеченской республике он не появлялся с августа 2019 года. С учетом почти 47-летнего, с учетом спецставки стажа, у него вышла неплохая пенсия. Плюс, чтобы уж совсем не бедствовал, А Лудинова, кормильцы многодетной семьи, пристроили в благотворительный фонд давнего друга Рамзана Кадырова, казахстанского олигарха Кинеса Ракишева. А Лудинов уехал из Чечни и обосновался в Москве, где тихо жил до марта 2022 года, по его собственному выражению, как добропорядочный пенсионер. В феврале 2022 года российский военный Блицкрик полностью провалился, и страна оказалась втянута в затяжную кровавую войну. Первых в обеихши в Чечне хоронили уже в начале марта, и эти потери были совершенно неожиданными, так как изначально чеченцев, участвовавших в февральском вторжении в Украину в составе сводной российской группировки, готовили не к войне, а к танцам. Именно это слово накануне 24 февраля произнес в телефонном разговоре с Кадыровым замруководителя управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов, командовавший чеченскими отрядами. «Мы вас пригласим, когда уже музыку настроим нашу правильную, и уже в районе Майдана или Крещатика танцы подготовим». Однако ни парада, ни лесгинки на Крещатинке не случилось. Уже через две недели после вторжения в Украину Мартынов вернулся в Грозный и доложил Кадырову о полной несостоятельности российской армии. Именно тогда Рамзан сообразил, затяжная война потребует большого количества живой силы, а он, столько раз, проводивший в Грозном парады пехотинцев Путина, запросто может лишиться главного своего актива — вооруженных формирований, только формально относящихся к МВД и Росгвардии. И пока в Москве приходили в себя от провального близкрига, в Грозном начали действовать. 25 февраля в центре города прошел смотр армии Кадырова, на котором собрали 12 тысяч вооруженных дозубов пехотинцев, готовых, по словам Рамзана, выходить на любую специальную операцию. Кроме того, заявил глава Чечницы, интересы России в Украине готовы сражаться 70 тысяч чеченцев. Казалось, что чеченские батальоны прямо из Грозного поедут защищать Донбасс, как когда-то в 41-м году советские солдаты уходили с парада на Красной площади на фронт. Но в реальности на войну в Украину Кадыров послал добровольцев, которых судорожно собирал по сусекам со всей республики. По большей части вербовка шла в основном среди бывших чеченских полицейских и соблазняли их не только деньгами. Именно тогда и именно в Чечне придумали формулу искупления грехов в обмен на участие в СВО. Таким образом, чеченским властям удалось записать в добровольцы как тех, кто проштрафился перед Кадыровым, так и тех, кто скрывался в республике из-за проблем с российским законом. А таких в Чечне всегда было немало. Впоследствии эту практику перенял Евгений Пригожин, который начал вербовать по такому же принципу российских заключенных. Затем ее взяли на вооружение российские власти. 13 марта в Мариуполь был отправлен первый отряд добровольцев. В его составе, кстати, был и Руслан Геремеев. А сам отряд совсем не случайно возглавил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, регулярно упоминающийся в огромном количестве уголовных дел по заказным убийствам. В свое время Кадырову стоило немалых усилий перевести Геремеева и статус основного подозреваемого по делу об убийстве Бориса Немцова в статус свидетеля. И хоть Геремеев давно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где несколько лет скрывался от ФСБ, в полной безопасности он себя не чувствовал и за пределы Чечни и старался лишний раз не выезжать. Во время осады Мариуполя Геремеев был тяжело ранен, на войну больше не вернулся, зато вернулся в Москву, где теперь бывает подолгу и без всякой опаски. 17 марта Рамзан Кадыров впервые за много лет неожиданно опубликовал совместную фотографию с опальным Абтея Лудиновым и сопроводил следующим комментариям. Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку мой дорогой брат Абтея Лудинов во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется Многие наблюдатели тогда сделали вывод, что Аладдинов поехал на войну за вторым шансом на возвращение в ближний круг Кадырова. По версии самого Аладдинова, он 48-летний пенсионер и единственный кормилец многодетной семьи у него 12 детей, бросил хорошо оплачиваемую непыльную должность в Москве, потому что в Чечню стали поступать первые гробы. 7 или 8 ребят вначале привезли погибших. Это противоречит заявлению Кадырова, который категорически отрицал потери среди чеченцев на первом этапе вторжения в Украину, отмечает Новая Газета Европы. Я тогда почувствовал, что как будто бы это моя вина, что если бы я офицер с огромным боевым опытом был там, то может быть они не погибли бы. Такое в общем ощущение внутри было, и я в одну ночь получается собрался, набрал руководителя этого фонда и сказал, что уезжаю на СВО. Я уехал даже без контракта, я зарекся, что не возьму ни одной копейки денег оттуда домой, и Аллах тому свидетель, что я не привез не то что копейки, а даже одного гвоздя с Украины. Это был зарок мой перед Богом, что я еду на Священную Войну, и мне за это ничего не нужно, кроме благодарности Всевышнего. К середине лета 22-го весь основной силовой костяк Кадырова вернулся со Священной Войны домой. Все как один получили награды. Правда, не от Всевышнего, а от Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Адам Делимханов, например, стал героем России, Даниил Мартынов получил должность советника министра МЧС РФ, Аптиалу Диновы сделали секретарем Республиканского и был назначен пожизненным командиром добровольческого формирования спецназа «Ахмат». Это формирование в планах Кадырова по сбережению собственной армии играло ключевую роль. Поэтому до должности командира Ахмата нужен был свой человек, которого при этом не жалко. К осени 22-го года власти Чечни придумали и успешно внедрили уникальную стратегию, которая позволила Кадырову и сохранить репутацию верного похотимца Путина, и одновременно сберечь свою армию. Ноу-хау было простым по своей сути, но стоило больших денег на налаженная вербовка добровольцев самых разных национальностей, преимущественно русских, которые, тем не менее, при поступлении на украинский фронт числились как чеченские добровольцы. В начале апреля 22-го в Гудермесе на базе коммерческо-учебно-тренировочного центра Российский университет спецназа открылся мобилизационный центр, который стал завлекать на священную войну интенсивным пиаром, фактически полным отсутствием каких-либо требований к кандидатам и обещанием самых лучших материальных условий. Средства на это благое дело шли из бюджета республики, которым, который в пользу гарантированной Путином безнаказанности, всегда распоряжался по своему усмотрению. В критический момент именно этот фактор стал решающим. Пока другие губернаторы искали внебюджетное финансирование, а российская бюрократическая машина только разворачивала аналогичные центры вербовки по стране, в Чечне уже вовсю действовал механизм, позволивший наладить еженедельную переправку в Украину до 200 бойцов. В мае 22-го года Главное разведывательное управление Украины опубликовало списки отправленных из Чечни добровольцев. Из этих данных прямо следует, что непосредственно чеченцами Украинский фронт активно пополнялся всего лишь месяц с середины марта до середины апреля 22-го, а потом их количество стало стремительно уменьшаться и к середине мая составляло всего лишь 4% от общего состава. Но для создания видимости активного участия кадыровских пехотинцев в войне Путина одного только спецназа Ахмат было недостаточно. Поэтому Кадыров начал формировать в республике новые вооруженные подразделения, которые набирали исключительно жителей республики. Так в Чечне за год с небольшим с момента начала военных действий в Украине появились, по словам самого Кадырова, три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ и три подразделения по линии Росгвардии. Кроме того, на базе личного состава чеченской полиции было сформировано несколько отрядов якобы для участия в военных действиях в Украине уже по линиям ВД. Все эти подразделения, включая добровольческое формирование, выполняющееся бойцами через Российский университет спецназа, имеют в своем названии слово «Ахмат». В конце концов, Ахматов стало так много, что все в них окончательно запутались. В глазах сторонного наблюдателя все они стали неразличимы, как клоны. Это было сделано намеренно, чтобы создать видимость большого количества вооруженных формирований на украинском фронте, напрямую ассоциирующихся с Рамзаном Кадыровым. Тут надо сказать, что у кадыровцев, принимающих участие в войне в Украине, есть привилегия, которой нет ни у контрактников Министерства обороны, ни у мобилизованных, ни теперь уже у российских заключенных. На чеченские подразделения не распространяется правило бессрочного, а точнее пожизненного контракта, когда попав на войну, ты можешь вернуться с нее только к коллегой или в гробу. Чеченские подразделения регулярно ратируются, что позволяет чеченским властям не только сохранить своих бойцов, но и манипулировать цифрами. Например, в минувший понедельник Магомед Даудов в ходе совещания у Кадырова в очередной раз привел статистику, сообщив, что всего с территории Чеченской республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17079 добровольцев. Но трюк в том, что большая часть из этих бойцов побывала в Украине уже по третьему, четвертому, пятому, а то и шестому разу. Допустим, в батальоне 500 бойцов. Командировку в Украину отправили половину батальона, а через 4 месяца их сменила вторая половина, а потом их опять ротировали на ту половину батальона, которая за это время успела отдохнуть в Чечне. Чеченские власти банально складывают все три партии бойцов, отправленных в Украину, и у них на бумаге получается 750 человек, тогда как численность батальона, 500 штатных единиц, на самом деле не изменилась, и на фронт попадают попеременно каждый раз по 250 его бойцов. Аналогичная ситуация с добровольцами, которая заключает с российским университетом спецназа в Гудермесе краткосрочный контракт. Они его не продлевают по окончании, а снова приезжают в Чечню и оформляют новый. Им так выгоднее, потому что каждый раз они получают подъемные от чеченских властей. То есть получается, что на бумаге чеченские власти отправили 41 722 бойца, но в реальности эта цифра в 3, а то и в 4 раза меньше. Но куда важнее другой момент. 99% ахматов, которые чеченские власти с такой помпой наплодили в Чечне, непосредственного участия в боевых действиях на передовой в действительности не принимают. Это давно уже заметили военные аналитики, например Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team. Судя по локациям видеороликов, которые чеченские бойцы исправляют чеченским властям из Украины, большинство из них отснято глубоко в тылу. Этот факт подтверждает и командир добровольческого спецназа Ахмат Абтиал Удинов. Ахмат это подразделение трех градаций. Есть подразделение Ахмат Минобороны, есть подразделение Ахмат Росгвардия, есть подразделение Ахмат МВД, которые вообще занимаются своими задачами. Росгвардия это подразделение, которые, согласно приказу директора Росгвардии, не должны находиться ближе 50 километров к линии боевого соприкосновения. Если кто-то считает, что они тоже должны находиться где-то на передовой, ну извините. Но дело в том, что даже чеченские подразделения, которые формально относятся к Минобороны, также не находятся на передовой, а охраняют российско-украинскую границу, дислоцируются на территории России в Белгородской, Курской и Брянской областях. И только одно напрямую ассоциирующееся с Рамзаном Кадыровым подразделение Ахмат, которое, по словам того же Алаудинова, на 85% состоит из бойцов не-чеченской национальности. И потому, каким образом чеченцы в качестве добровольца попадают в Алаудиновский интернациональный Ахмат, можно судить о настоящем отношении Кадырова к войне в Украине. Примерно со второй половины 22-го года из Чечни стали все чаще приходить новости о принудительной отправке на войну провинившихся перед чеченскими властями жителей Чечни, а также родственников критиков и политических соперников чеченской власти. Например, известны случаи отправки в Украину у родственников блогеров Харсана Халитова, Ибрагима Янгулбаева, родственников лидера Ичкирийского правительства в изгнании, Ахмеда Закаева и многих других. Все они попадали на войну по одной и той же схеме. Сначала их задерживали, какое-то время незаконно держали в секретных чеченских тюрьмах. А потом они появлялись на аэродроме Северный в Грозном в составе очередного отряда добровольцев, отправляющихся в Украину. Таким образом, чеченские власти все чаще репрессируют неугодных жителей Чечни. Священная война Путина, от которой сам Кадырев усиленно уберегает своего старшего сына, полгода назад достигшего призывного возраста, своих многочисленных взрослых родственников и даже своих ближайших соратников, стала самым страшным наказанием в Чечне. Более того, чеченцы, которых в качестве добровольцев посылают в Украину, не проходят даже азы военной подготовки в Российском университете спецназа, их буквально отправляют на убой, без всяких шансов выжить. В конце марта, после долгого отсутствия на фронте, Министерство обороны Российской Федерации одновременно был доверенным лицом Путина во время избирательной кампании, Абти вернулся к своим обязанностям командира спецназа Ахмат и объезжал линию фронта, которая удерживает его подразделение. Добравшись до Сребрянского лесничества возле Кременной, Аладдинов заехал в блиндаж к своим бойцам и снял видеоролик о том, как они несут службу. Здесь, рассказывает Аладдинов, в течение уже года со своим сыном и племянником находится богослов из Чеченской Республики Валид Куруев, и бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Имам Валид Куруев, занимавший в прошлом должность заместителя муфти Чечни, по сведениям Кавказского узла, впал в немилость Кадырову, был похищен, а затем отправлен вместе со своими двумя племянниками и сыном в качестве добровольца спецназа Ахмат. В опубликованном Аладдиновом ролике имам говорит, что ни он, ни его сын с племянниками перед отправкой на войну даже не могли разбирать автоматы, как заряжать его не умели. Получается, когда шли на СВО, даже не умели, комментирует Аладдинов и сам же шутит. Конечно, это странно, когда чеченец не умеет разбирать автомат, но ты, Валид, уже хотя бы научился с пулеметом управляться. Кроме того, из этого ролика становится понятно, что у чеченцев, которых Кадыров наказывает священной войной и отправляет в отряд к Аладдинову, в отличие от прочих, нет даже права на краткосрочный контракт. Они сосланы на фронт, как и российские мобилизованные, бессрочно. Получается, Валид не был дома уже почти год, говорит Аладдинов. Я ему говорю, вы же поезжайте в отпуск вместе с племянниками и сыном, а то совсем уж завоевались. Такой вот образ Абти Аладдинова. Павший в немилость из-за паранойи Рамзана Кадырова, человек, который сейчас является лицом чеченских формирований на фронте, который возглавляет единственный отряд, который действительно принимает участие в боевых действиях, в отличие от потешных полков, которых любит публиковать Рамзан Кадыров. Интересные перипетии и сюжетов внутри Чеченской Республики. Как правило, оказывается, что большинство высокопоставленных там людей это абсолютно бессовестные лицемеры. Ну, то есть, которые сначала воевали за одних, потом за других, туда-сюда, как и сам Кадыров, который сначала был на одной стороне, потом на другой стороне, в общем, там, где больше платят. Также Абти Аладдинов, павший в немилость и чудом незапытанный и не убитый Рамзаном Кадыровым, теперь лебезит перед ним в надежде, что сможет восстановить свое положение, а то и вовсе стать одним из потенциальных преемников. Такой вот его портрет нарисовала новая газета Европа. Теперь вы знаете, откуда взялся Абти Аладдинов, какой путь он проделал и чем он занимается прямо сейчас. Сможет ли он возглавить Чеченскую Республику, когда Рамзан Кадыров умрет? Будут ли его уважать? Примут ли его те самые многочисленные родственники и элиты Кадырова, которые не очень хорошо явно относились и относятся к тем, кто работал на федеральную власть? По крайней мере, в тот момент, когда это не было принято, когда еще сам Кадыров к этому относился не очень хорошо. Это все вопросы открытые личные. Я считаю, что со смертью Рамзана Кадырова гегемония в Чечне развалится, потому что слишком напряженный регион, слишком много имитаций бурной деятельности и силовики, которые не помнят, как вообще, что называется, воевать с врагом, которые помнят только как бить безоружных и невиновных и отправлять их воевать вместо себя. Нынешняя Чеченская Республика, это, конечно, позор, позорное пятно на народе, на народе Чечни. Рамзан Кадыров смог подмять под себя всю республику, Рамзан Кадыров постоянно купается в золоте, беря деньги с федерального центра, а людям не достается практически ничего. К сожалению, люди с этим не смирились, но их, вот если где и репрессировали в России, то, конечно, в Чечне больше всего. Секретные тюрьмы, избиения, пытки, убийства, все это там началось задолго до того, как началось в остальной части России. Владимир Путин и сам боялся и боится Рамзана Кадырова, и сам боится Чечни, потому что понимает, что, ну, во-первых, там было две войны, во-вторых, он не хочет третью, но в-третьих, он понимает, что у него там авторитета нет никакого. И все держится в ежовых рукавицах ***. Но, тем не менее, к сожалению, возглавляющего Чечню Рамзана Кадырова. Когда он умрет, что случится, на мой взгляд, скоро, я напомню, что я надеюсь, что это случится либо в конце 24-го, либо в начале 2025-го, чтобы это совпало с изменением ситуации на линии фронта кардинальным, потому что проблемы в российском тылу очень сильно, скажем так, повлияют вообще на конфигурацию российской власти. Думаю, что смерть Рамзана Кадырова и всю Россию наконец-то, и Чечня, а, возможно, и Россия, станут поистине свободны. Но Абти Аудинов вместе с остальными живыми соратниками будет сидеть на скамье подсудимых как военный преступник и как участник российского полномасштабного вторжения, активный участник этого вторжения и как человек, который ответственен за многие действия, которые осуществлялись руками того самого спецназа Ахмат, который он возглавляет. С вами был Майкл Найки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok